Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1071. Римлян 8.9. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только дух Божий живет в вас, если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. 1 Коринфянам 6.19. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Это Павел вопрошает их. Многие не знают этого. За 21 ноября 2018 года. Наше объявление дать. Почитайте. Вот так. Я теперь дальше говорю. Смотрите. Что это делать? Юрий Соболев. Собираемся на молитву в 4.40 утра. Название ролика. Очень нравятся ваши будничные, уютные и добрые ролики из Барнаульской кельи. Подлинно обыкновенное чудо христианское жизни на 17 квадратных метрах. Как и все в вашей жизни, Игнатий Тихонович. Извечайно просто и невероятно чудно. Храни вас, Христос. Другая пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Разговаривал со своей мамой. Благовестовала о Господе и говорили о грехах. И речь зашла о материнской гордости. Если разговаривают две матери, одна говорит, какой у нее хороший ребенок, успешно учится в разных кружках и тому подобное. А другая, слушая ее, тоже начинает хвалиться и гордиться. Разве вторая мать не впадает в грех гордости? Иногда, слушая хвалящуюся мать, другая мать не только гордится, но и начинает завидовать. Моя мама считает материнскую гордость не за грех. Для меня материнская гордость не грех, если мать гордится ребенком. Плодыщи их дел направлены для Господа. Или я не права? Не гордится это? Ну, вот, скажет, что там ребенок ходит, там молится. И еще. Я люблю говорить о Господе, о духовном, о путях православных христианина. И моя мама боится что-то это может привести к осуждению от меня моей сестры и племянницы. Они очень плотские. Я пыталась говорить с ними, но их уши закрыты. Кроме сестры и племянницы у меня здесь нет никого, не считая мужа и детей. Как объяснить маме, что на все воле Господа, что возможно будет это отчуждение в будущем? На данный момент ее пугают мои слова, что и домашние могут стать врагами духовному человеку. Спасибо вас, Христос. Ну и тут, ну не знаешь, Юлия, есть такой человек, нет такого человека? Ну, заходит. Я же не разговаривал, не видел. Но рассуждения вот такие. Я не стал ничего больше говорить. И вот сегодня утром я несколько фотографий покажу. Ну, как надо, фотография. Вот. В московском зоопарке рацион ежика 84 рубля в сутки, осла 87. Потребительская корзина россиянина 86 рублей в сутки. Уже не ежик, еще не осел. Эти, как вот, могут сказать. Вот первое. Второе. Вот. Российская экономическая система. Большое корыто, бюджет. Вот это первая свинья чиновник, а вторая олигарх. Ну, нарисовали, а что изменится? Как они стояли тут у корыта? Хрюкали, так и будут. Тут уж ничего не сделаешь. А вот теперь Брежнев и Путин. Ну, Брежнев будет. Государство бесплатно дает жилье. Дальше. Путин говорит. Стоимость квадратного метра жилья 200 тысяч рублей. Дальше. Государство гарантирует бесплатное образование. А другое отвечает. Взятки в детсаде, в школах и вузах. Дальше. Советский Союз уважали и боялись. У Путина. Мнение России никого в мире не интересует. Дальше. Грамотная национальная политика. В республиках создаются рабочие места. А этот. Крупные города наводнили толпы неграмотных гастарбайтеров, гастарбайтеров, преступников. Дальше. Советские спортсмены лучшие в мире. Здесь российские спортсмены ничего никому не должны. Так. Дети бесплатно отдыхают в пионерлагерях. А здесь путевка в детский лагерь от 25 тысяч. Освоение космоса. Союз Аполлон. Станция Мир. Дальше. Спутники бороздят просторы Тихого океана. То есть падает. Так. Милиционер. Уважаемый человек. А здесь полиция. Полицеев. Полицаев боятся больше бандитов. Терроризм отсутствует, как факт. Здесь. Ежедневно взрывы и беспорядки. Самая считающая нация в мире. Дальше. Дом-2. Сериалы про бандосов и комедий-клаб. То есть показывает того и другого. Ну а почему дальше-то не наказать? Брежнев. Вот показали бы это. Никто не имеет права завести грузовую машину. А тут целый автопарк. Никто не имеет права быть фермером отдельно. Отдельно. Ни квадратного километра, ни метра не дадут. А здесь у нас только сосед 6700 гектар. Ну и по порядку дальше-то говорить. В магазин зайдешь, полки... Ну не все там при Брежневе было. Это мало. Здесь. Это того, что как в заграничных магазинах. Вот у нас, допустим, я бы сказал, детский лагерь. И тут тебя заедят где-то. А тут тоже получилось еще хуже. И по порядку-то можно было что-то тут взять? А уже ничего не взяли. При Брежневе только было хорошо. Коммунисты. Мог бы я издать хотя бы книгу? Да замри даже и не думай. А вот сегодня, пожалуйста, и свои газеты, и пищать. Свобода. Можно было на радио там про Бога говорить-то? Не тут-то было. Не тут. Можно ли было в университетах верующим вести занятия? Попробуй-ка. За одну эту мысль тебя бы. Вот. А тут сколько лет было? Сейчас, правда, отменили все. И так-то можно найти что-то? Поездка за границу. Попробуй выехать. А мы тут вперед сновали. И в Украину. И везде. Куда хочешь, езжай. Вот такое я картинку рассмотрел и понял. Назад туда сказали. А хочешь туда прибрежними, чтобы эту ливерную колбасу жевать? Нет, не хочу. Мне это не надо. Вот теперь. А были бы у нас мобильные... Да нет, как в Корее. Мобильный телефон, кто имеет, смертная казнь. Вот это да. Ну, так это же все советское порождение. Нигде ни слова, никак. А сегодня и журналы, и фильмы такие ставят. Пожалуйста. А мог ли быть тогда интернет? Ютуб. Шалишь. В Корее, если кто-то где тайны имеет, смертная казнь. Ну, оцени это все. А тут-то сколько лет наслаждаемся? Никто ничего не знает. Книги рассылаем. Верующие сам издал. И туда меня не тянет. Пусть Брежнев сидит с этой бесплатной квартирой, которой не продать ничего нельзя. Бесплатная. Так бесплатно это и в концлагерях были, где они спят бесплатно. Твоего-то ничего нет. Поднялся, ушел. Квартиру за нее работают всю жизнь. А тут работая, деньги есть, можешь купить. Нет денег. Ну, езжай в деревню. Деревни-то пустые. Там совсем дешевые дома. Дешевые, почти бесплатные. Нет, работать не хотят. Вот сравниваю одно с другим. Так что, нарисовали-то картинку, люди неискренние. Вот теперь вместо критики работы правительства взяли бы, да и сами попробовали. Некоторые говорят, которые там получают по полмиллиона в месяц. Он говорит, хорошо, дайте попробовать. Э-э-э, а вот это уже призыв к свержению власти. Старобрядцам никогда не придумают такое. Никогда не скажут. Вот. Ну, это в московском зоопарке бюджет. Это у меня получилось, что дважды. Я его уберу сейчас. Вот. Ну и вчера я тут, вот посмотри, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, было десять даже. Где там против меня, что заглянул в интернет переполненным. Вот я подумал. Вот. Велика ваша, просто награда на небесах. Делай добро, милостынь. Но есть еще и велика ваша награда. А за что? Когда имя ваше будут поносить, как неугодное, за сына человеческого. Вот. В вечности. Как пожелают люди это иметь, а нет. Ну и сейчас. Когда имя ваше понесут. А что понесут-то? За беззаконие. А вот за то, что добро делаешь, и тебя поносят. Велика твоя награда на небесах. Когда будут лгать на тебя. Ну и кто похвалится этим? А Павел говорит, если хвалиться, то немощами моими. И вот. Московские встречи златоустой из Потеряевки. Вот я могу просто так оставить. А можете почитать. От отец Кирилл Сахаров. Пробудившись по сигналу, как обычно, все с утра, то есть будильник, выглядывая в окно. Мне приветливо машет пожилой бородатый мужичок в сапогах и картузи. И... Слава Иисусу Христу! Статьяна проверяет меня. Игнатий Тихонович Лапкин пожаловал в Москву. Рядом привязанное дерево собака. Чемпион Сибири, а потом России. С гордостью, говорит Лапкин. Без нее в наших миссионерских поездках никак нельзя. Так как мы обычно ночуем в поле, вдали от дороги нужна охрана. У нас очередная миссионерская поездка в Европу. Греция, Франция, Германия, Англия, Испания, Португалия, Турция, Италия. На обратном пути из страны Скандинавии и Прибалтики. Это будет самая длительная, дорогая и сложная поездка. В наших планах передача комплекта книг римскому папе и английской королеве. В кавычке все взято. Последняя наша поездка продолжалась 13 дней. Мы преодолевали по тысяче километров в день. Тысячу и тридцать километров. Ложились, отдыхая в 22, а вставали в 2. В некоторых епархиях были сложности. Блокировали возможности передачи книг в библиотеки. У Лапкина 38 томов. Собственно сочинение по 750 страниц каждой. Ответов на 4124 вопроса, проповеди, стихи. В каждом томе около 3000 ссылок на Библию. 30 тысяч Евангелий было распространено по Алтаю. Общее количество часов, надиктованных на материалах, 2500. В интернете размещено 1700 видеороликов. Я написал ныне, на 21 ноября 2018 года. 13 тысяч 150 видеороликов. А когда заезжали, было 1700. На нашем видеоканале «Во свете Библии» открытым оком. Мои книги переданы в 660 библиотек. Имеются у патриарха и президента. Игнатий Тихонович прочитал несколько своих стихов. Ну и дальше тут посмотрите. Вот, читайте. Это на одном вчера я нашел ресурсе. Так, тормозите, чтобы можно было просчитать. Материал большой. Вот здесь интересно пишет. Игнатий Тихонович просит поехать с ним, его спутниками, в визовой центр. Затем в посольство Великобритании. Устоять перед его напором было невозможно. А главное, нужно помогать людям. Стоим в коридоре на втором этаже визового центра. Игнатий, надо помолиться об успешном решении вопросов. И сразу начинает импровизировано молиться. Я усомнился о возможности благополучного разрешения возникшего затруднения. Игнатий, все зависит от Бога. Который сказал, мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли. Он настойчив. Нам нельзя уходить. Нужно получить паспорта, иначе будем ночевать здесь. Из визового центра нас направляет в британское посольство. Для получения визы необходимо ответить на 104 вопроса. На моих глазах разворачивается захватывающее действие, в центре которого Лапкин. Тесно, неформально, общающийся с сотрудниками, опираясь при этом, как всегда, на Слово Божие. Результат обнадеживает. Немного отойдя от здания, посольство Игнатий Тихонович говорит, творит благодарственную молитву. Живой Бог откликается на живую молитву, говорит он. Еще цитата из Писания, притчи 16.7. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примеряет с ним. 10 июня Игнатию Тихоновичу исполняется 75 лет. Он, за спиной которого пять тюрем, 26 лет преследований со стороны психиатрической медицины, говорит. Надо жить азартно. Интересно. Я фанатик. Люблю жить на пределе. У меня врагов уйма, а друзей еще больше. Цитирует из книги пророка Иеремия, 20 глава, 9 стих. И подумал, я не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. Я истомился, удерживая его, и не мог. Это вот я выделяю. Интересно было рассказ об обращении одной баптистской семьи. Вот так. Главная тема его выступления – рождение свыше и водительство Духа Святого. Очень важно быть свободным во Христе. Это великое благо, когда ничто тебя не препятствует благовествовать о Христе, а распятого воскрешим. На проповеди необходимо человека задеть за живое, то, что еще не омертвело, с тем, чтобы это живое вытеснило омертвевшее. Я помню, когда каждое воскресенье выступал с толкованием молитвы Царю Небесной. Произвел 60 проповедей по 20 минут каждая. Какая же в ней глубина? Резкая критика он подвергает практику обливательного крещения, находящегося в грубом противоречии с церковными канонами. Феноменальную память цитирует сотни библейских текстов с указанием книги, главы и стиха. Он уследовал это от своего отца, который, будучи пастухом, знал по имени нескольких сот овец колхозного стада. Вот так. Игомен Кирилл Сахаров. Вот видите, это одну статью я нашел вчера только. Я сейчас покажу еще несколько статей. Материал взят из источника, не подлежащего оглашению. По причине того, что не состоит молительного общения с нашей церковью. А я нашел, кто это говорит. Там Дулевич из Тувы, учится в семинарии. Ну все, обман везде. Проверяют по ссылкам. Вот смотрите. Это обо мне все говорят. Вот кто лже православный. Так это шайка ублюдочного лжеца Гундяя. Настоящего православного христианина. Всякую лабуду несете от зависти, наверное. Это им отвечает. Кто-то пишет. Давно слежу за благословенной потеряевкой. Очень поучительное видео о разруливании конфликтов, установлении правил. Сколько споров у меня было с женой по поводу непременной отправки сына в лагерь. Сам порывался несколько раз приехать, но понимал. Игнатий Тихонович развернет. Кстати, люди, которые у него были, по разным причинам вынуждены были покинуть общину. Что удивительно, не держат на него зла. Жаль, что сейчас совсем нет времени на просмотр видео с канала Игнатия Христос в Воскресе. Ну и дальше. Называется статья. Он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник. Поступил ответ от митрополита Барнаульского Сергия. Вот, прочитайте. Лагерь был закрыт. Письмо. Митрополиту Алтайскому пишет. Уважаемый владыка, не могли бы вы разъяснить ситуацию вокруг этого лагеря и охарактеризовать личность и деятельность его руководителя Игнатия Тихоновича Лапкина? Имеет ли этот лагерь отношение к возглавляемой вами митрополии? Какова репутация личная этой Лапкина? Является ли он верным сыном русско-православной церкви? Или, напротив, он ведет раскольническую и сектантскую деятельность? Разъяснение ситуации вокруг лагеря в деревне Потеряевка, по нашему глубокому убеждению, позволит преодолеть смущение в православной среде, возникшей в связи с этим конфликтом, отмечалось в запросе главного редактора русской народной линии. На днях в нашу редакцию поступил ответ владыки Сергия, в котором он, в частности, говорит. Уважаемый Анатолий Дмитриевич, в ответ на ваше письмо о деятельности Лапкина Игнатия Тихоновича Сообщаем следующее. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Он ревностно православный христианин, проповедник и исповедник. Вот был бы другой епископ, который до него, Максим Дмитриев, это бы не написал. Нет! Догматических и канонических нарушений у него не установлено. Под церковным судом не состоит. Как обыкновенный гражданин имеет право на организацию лагерей, иную законную и общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихонович Лапкин. Человек твердых убеждений, пожилой, что требует уважительного отношения к нему. С уважением. Сергий, митрополит Барнаульский, Алтайский. Глава Алтайской митрополии. Вот так. Видишь, говорит, проповедник и исповедник. Да, разве я тебе это сказал бы, кто-то другой-то? Это все. А Грисей, это Коваленко, 6 августа. Вот. А тут сразу снимок. Это вот один, только один. В одном месте, беру я, стоят. Посторонним, вход запрещен. Вот стоят. Выглядывают. Фото. Фото в соцсети. Игнатий Лапкин считает, что люди, устроившие проверку в детском православном лагере в деревне Потеряевка, преследуют цель разрушения личности, семьи, веры, государства и воцарения Антихриста. 18 апреля, 22. В детский православный лагерь, Палаточный, в деревне Потеряевка, Алтайского края, с проверкой прибыли представители Роспотребнадзора, МВД и противопожарной службы, которые выявили ряд нарушений. Видео с проверкой на днях было выложено в интернет. В списке нарушений, выявленных после приезда представителей государственной службы, учитывается купание в местном пруду, употребление колодезной воды, сколотая эмаль на крышке кастрюли и разделочные доски, сделанные из того материала. Вот Лапкин говорит, что негодует семи-семилетний Игнатий Лапкин. Это они должны приезжать, чтобы учиться, как жить. Ни одной таблетки дети не ели. Мы вводили их в природу. За 45 лет не было ни одного заболевания, ни одного повреждения, ни одного отравления, ни одного погибшего. Чего им надо? Вот. По домам. Дальше. Считайте тогда, что. Районный суд прошел. Судья вынес решение о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления. Вот. Второй. Это я нашел вчера ролик такой. Третий. Третий смешно. Русско-православная церковь за границей. Вот посчитайте здесь. Ким Лапкин, священник, член общества. Так. Я кое-что буду так и считать. Игнатий Лапкин отсудил у администрации Варнаула компенсацию за то, что в советское время местные власти произвели у него конфискацию магнитопонов, рукописей и книг. Взамен мэрия предоставила здание. Не здание, а здание Е2. Дальше. Ключи от здания Лапкину передал лично тогдашний мэр Барнаула Владимир Баварин. Вот. Ну, во-первых, ключей никаких и не было. Передавать-то нечего было. Тут все уже такое. Ну, такое-то небольшое. Основатель общины, один из ярких представителей русского религиозного движения 2-й половины 20-го века. Игнатий Лапкин. И дальше. Игнатий Лапкин, Аким Лапкин познакомили с отцом Александром Пивоваром, который служил в Новокузнецке. Он привел их к православию. Но это откуда взяли православие? Наоборот, у него его православие стало подниматься на другой уровень. Мы у него жили. Он всегда ночью приходил ко мне. Он привел к православию. Вот этого интересно. В православии я и родился. И Аким стал священником в 79-м году. А Игнатий в последний момент передумал и пустился в религиозное искание. Был у староверов, пустился в религиозное искание. У баптистов, знакомился с католицизмом. Староверы отлучили Лапкина за связь с баптистами. А баптисты выгнали за связь с православными. Откуда выгнали? Когда ни одного дня нигде не было. Ну, правда, интересно так это. Так, и дальше что? Лапкин испытал рождение свыше, в городе доугавпился. Я там никогда и не был даже. Ну, понимаешь, тут отверженное. Как пророку Иеремии, ему был пороческий глаз. Съешь свиток, будешь пророчествовать. Ну, я-то не ел никакого свитка и не было мне этого. Вот. Осудил за антиповетскую пропаганду, когда судили Лапкина. Он кричал в зале судебного заседания. Христос воскрес! Долой КПСС! Я смотрю, Надежда Васильевна, как? Был? Кричал я? Нет? Нет, конечно. Ну, вот так. Ну, вот. Ну, что скажешь-то? Ничего не скажешь. Кричал, да и все. Из тюрьмы Лапкин вышел только в 88-м году. Не в 88-м, а в марте 87-го. На целый год прибавили. Зачем, не знаю. Но считайте, тут дальше написано. Когда в 99-м году, а она в 90-м, милиция приехала в Потеряевку, чтобы закрыть лагерь. Да не милиция только. Там все и в 98-м, и в 99-м. То есть, с плакатами были. Коммунисты, людоеды, руки прочь от лагеря. И волки-людоеды. Займите своей душой. Это было так. Так, был Куфаев, первый секретарь какого-то партия, разрешивший организацию общины. Да от него это не зависело никак. Это решение в 91-м году Алтайской краевой администрации, где тогда был Суриков Александр Александрович. Вот, в марте 91-го года. Куфаев в какое отношение? Он и вообще никакого. Потом за взятки там или за что-то, за воровство посадили еще. Жалко, конечно. Вот теперь, что было. В городе дежурный по храму стоит у ограды, чтобы заметить любого опоздавшего на службу. На улице заметить. А внутри уже не заметишь. А в селе по очереди дежурят у входа в церковь. Отметить, кто опоздал. Ну, смешно прямо. На улице любого. Ну, зашел его, видно. Он звонит, ему выходят, аваряют. Женщины так должны носить платок, чтобы не было видно волос. А юбка должна быть не выше 10 сантиметров от пола. А девушкам можно обойтись без головного убора. Девушкам. Да у нас грудной ребенок, покрытый на два платка. Девчонка. Ну, пишет. Ну, зачем писать, если не знает. Ну, посчитал бы, зашел. И дальше. Обрядового православия протестантского нововведения. Вот. Проповедуется учение о рождении свыше. Это протестантское. В Потеряевку часто приезжают представители баптистской общины. Ну, как часто. За 27 лет три раза были. Проезжали. Они в другим местам едут и заезжали. В 9 лет один раз. Это часто или не часто? Так это же приехать коллективом в целом. Вот. Сознанная церковь. Продаются христианские книги в магазине. У баптистов. Продаются книги Лапкина. Да они близко их не допускают. Очень помогает сочинение, по его словам, богословскими трудами. Сочинение Лютера и проповеди Билли Грэма. Я ни одной не считал. Как они помогать могут? Когда ни одной проповеди не считал ни того, ни другого. Периодически участвовать в вековнических молитвах с католиками. Ни разу. Нигде. Ну, вранье сплошное. И протестантами. Не против контактов с Турской православной церковью. Я с ними участвую. Значит, какие-то там экуменические, когда собираются. Нет этого. И ни разу не было при том. Вот. Икону убери. Искать об иконах, говорит. Да, митрополит Виталий. Я категорически запретил Лапкину продолжать подобного рода контакты. Ой-ой-ой-ой. Ну, покажите, где. Где? В каком месте? Наоборот, благословение у меня. Благословенная грамота. Идти везде проповедовать. Это я вчера только нашел. Гордыня Лапкина. Тут Бурдин пытался препятствовать в летном училище. Вот так. Считает в Политехническом институте несколько курсов. Толкование Нового Завета, критика сект, толкование свято-честного предания. Дальше тут мировое искусство. И вот дальше Алтай. И тут без подписи где. Без подписи. Вот это я вчера только посмотрел. Что же там про меня говорят? Вот четвертая. Библиотека Якова Крота. Вот. Человек, который ничего не соврал. Ни разу. Я просто протяну дальше. Вот. Венспласс, Латвия. Венспласс. Не догалпился. Он просто взял от меня и все. Беседа с Александром Менем в 82-м году. Вот. Я тут прямо брал. Ни одного слова, ни правды нету. Яков Кротов. Прямо взял с нашей книги для слова Божия нету. С Яков я не встречался. Там с Дулеевичем разом я не встречался. Ни разу. Ну, врать-то как. А быть зато не могу. Дух лжи в устах. Вот так. И вот. Просчитайте здесь. Тормозните и просчитайте. Вот. Как мы пришли. Сейчас я немножко просчитаю тогда. Вот смотрите, сколько. Это вот Аяков Кротов все набрал. Вот это я понимаю, сколько материалу. А Дмитрий Дудко. Теперь как мы встретились с ним первый раз. Мне не раз говорили, что когда они молились о разрешении каких-то трудных вопросов, когда они были в смятении, видя вокруг столько суету и не находя полной отдачи Христу, то внезапно происходили мои встречи с ними как раз в тот день. Это мне говорили отец Александр Пивоваров, Дмитрий Дудко, Владимир Цветков и другие, даже в Америке. Мы сразу же закрылись с отцом Дмитрием под замок. А потом в сумерках вышли в зимний парк и вдвоем долго-долго гуляли, обсуждая все. Лично мне он ничего дать не мог, кроме того, что у меня уже было. Отец Дмитрий сразу же поставил вопрос по изданию его проповедей. Моя магнитофонизация в это время уже начинала раскручиваться. 1978 год, октябрь. Он вводит меня сразу же в самое ближайшее свое окружение. Популярность его в это время была огромная. Проповеди его были смелые, обличительные, обличающие власть. У него выходили печатные листки, которыми были обклеены его двери. Этим занимался Володя Седов, священник. Ну и дальше я говорю. Не знаю почему, но я дал совершенно необдуманный совет. Кроме листовок, которые нужно размножать тысячами, а не в одном-двух экземплярах, сразу же начать выпуск книг, объемом не менее 500 страниц, где нужно давать ответы на все непонятные вопросы. Он сразу же запротестовал. Нет, нет, это невозможно. Вот интересно. Я говорил это, а потом уже у меня книга получилась. Книги 30 тому под открытым оком. Не по 500 страниц, а по 750. У меня была какая-то эйфория, что я нашел родственную душу. И вот теперь остались пленки, как мы были. Вот я дальше пишу. Его стать моим духовным отцом. Он старше меня на 17 лет. Но уже на утро я заметил, да и он тоже, насколько мы разные, но этого вида не подали. А разность была очень и очень большая. Отец Дмитрий Дудко давно и серьезно болен. Не просто мания и величие, не мне об этом судить. Но болезнь была обыкновенная женская. Авторитет священника, духовника Оракула. Воздух был буквально пропитан славой. Батюшка сказал. Отец Дмитрий сказал. В беседе с его окружением я понял, что они жмутся только к нему, к авторитету, получить автограф. И хотя Библия лежит на столе, но она не является руководством. Мы же не баптисты. Отец Дмитрий проглядел, в кавычках, меня, когда дал мне за обедом сказать слово первый и единственный раз. Я стал говорить, как сейчас помню, о любви к Богу, всем сердцем, всей душою. Люди окружения отца Дмитрия образованной, умеющие отличить подделку от настоящего. Здесь же за столом присутствовала его жена Нина и дети, Миша и Наташа. Какие они все открытые, добрые, чистые и приветливые. Сплошным потоком в захлёст идут улыбки, радостное восклицание, приветствие и лапзание. О большем братстве и любви нельзя было и мечтать. И в эпицентре всего отец Дмитрий, доступный и приятно улыбающийся, буквально притягивающий к себе всех. Он каждого лелеет и гладит, целует и наставляет. Не люблю говорить слово Божие среди жующих, но здесь было все так нежно и культурно. И никакого чванства. Говорил я не более десяти минут. Все замерло. Я знаю, что такое внимательные, благодарные слушатели, что значит владеть аудиторией. Это была жаждущая, в полном смысле иссухшая земля. Я не обманываясь, говоря это, основываясь на том, что говорили слушатели. Я замолчал, и повисла как бы предгрызовая тишина. Я сказал еще. Говорил о ревности, о исполнении Духом Святым в эти последние минуты. Конечно, я никак не посягал на авторитет цеса Дмитрия. И не имел даже этого мысли, хотя Дмитрий настоящий оратор и, видимо, очень любующийся собою. Об этом я много думал, слушая его записи. Такие люди, особенно щетко, с придыханием, выговоряйте, мягкий знак, сильно оттягивая вниз, нижнюю губу, отгаляя зубы. Я мог бы даже показать жест, сопровождающий это. И он сказал, наступившись в тишине, что ты наделал, Игнатий? Каких трудов стоило мне собрать этих людей? Ты же их сумел буквально расколоть пополам. И показал жестом вдоль стола, как идет ледокол. Я обвел глазами сидящих увил, глаза, вспыхнувшие радостью. Знаю, что после этого произошло с отцом Дмитрием о его небывалом поражении и крушении, о его метаморфозе, о превращении его в апологе-то лжи и коммунистического режима. И, вглядываясь в ту первую встречу, скажу, что живи я тогда в Москве и имея такое намерение борьбы с ним, уже бы поле половины его почитателей и сотрапезников мог бы увезти сразу. Мне тут же под столом неприметно от него стали подавать записки про себя встречи. Но у меня уже был куплен билет, и я выезжал вечером. Как и всегда, в этой единственной проповеди, в присутствии отца Дмитрия, и при том за обеденным столом, я говорил об абсолютном авторитете Библии и о том, что по Слову Божию проверяли всех своих учнелей и наставников. И, как всегда, я приводил на память много мест из Священного Писания. Мне Бог открыл и дал испытательство воскрешающее влияние Его слов. Я видел, как эти слова находили отклик в слушателях, и они как бы распрямлялись, благодарно смотрели на меня, как на чудо. Я замолчал, а миктофон продолжал крутить пленку. Стояла тишина. И тогда несколько голосов сказали, отец Дмитрий-то, пусть Игнатий еще скажет. И когда просьбы заглушили все остальные слова, отец Дмитрий сказал, скажи. И едва я начал говорить, он тут же прервал меня, как вальсамон и лизонара. Наклонивши голову вперед, он сказал, я поясню, что Игнатий хотел сказать-то. И долго разъяснял мою нерожденную мысль. И так он меня прервал на каждом слове. После мы дома, в Барнауле, многократно прослушали эту запись на катушечном магнитофоне. У всех было тяжелое предчувствие беды и неприятнейший осадок в душе. Я не пытаюсь никого и ничего судить. Просто проигрываю еще раз происшедшее на глазах у многих десятков людей. И снова голос, отец Дмитрий, пусть Игнатий да скажет, что он хотел сказать. И это дергание на три узды взнузданного коня продолжалось три часа. И далее, какой он наложил на меня эпитемию вставать не раньше шести. Вот еще немножко. Посмотрю, как я проехал тогда по стране. Я о нем все узнал. Ну, что говорят. Ну, а тут дальше уже про Потеряевку. Все это из рассказов тут Лапкина. Ну, тут можно понять. Это все из книги взято, большей частью, из книги «Для Слова Божия нет уз». Особенно вот это. Вот Ритунский писал. А там-то это писал Сергей, этот, Макаров Сергей Сергеевич. Вот такое дело. Это Якова Кротова. Он еще не добавил-то. А вот теперь официальная страница. Личное сообщение. Я даже не знаю, что тут обо мне. И вот здесь. Это очень много. Я для себя взял. Тут много. А, это я ВКонтакте взял. ВКонтакте. Обо мне что там. О-о-о. Это я еще раз скачал оттуда. Это там ВКонтакте не я работаю, а администрация. Вот тут что сказать. Тут ничего не просчитаешь. Надо найти просто. Найти мой. Жития святых на каждый день. И вот тут это все я показываю. Внимание. Это мои тут говорят. Вот так. Ну ладно. Это такое дело. Это лагерь Стан. Потеряевка. И вот смотрите, как говорит. Тоже описывает. Как к нам ехали. На машине застряли. Деревня Курить запрещается. Это Влад Галенко. Вот из лагеря идут старинные такие фотографии. Влад Галенко. Он корреспондент и фотограф в Алтайском краевом управлении милиции. МВД. МВД. Вот потеряю все. Это все он сделал. Это газета у него. И так было. Вот то время я был. Хорошая его статья. Ничего нет. Он просто брал. Как записал, так и... Вот. Первая моя встреча с Игнатием Тихоновичем произошла летом 1990 года. Еще потеряевку и не начинали восстанавливать. В православном летнем лагере Стане. Стан делал особо его жизни. Его детище. И вот показывает Стан. Какие у нас были уже кельи в то время. Вот. Я показываю подвал. И вот он что тут пишет. Мы совершаем своеобразную экскурсию. Спускаемся в подвал. Раньше сюда был сделан тайный лаз. Заваленный землей дровами и бревнами. Каждый год сотрудники КГБ ходили щупом. Пытаясь найти лагерь. Но бревна им сдвигать не хотелось. Уж больно они ленивые. Смеется Игнатий Тихонович. Вот я показываю. Теперь мы открыто все сделали. Даже сдвинув бревна. Раскидав дрова и землю. Найдя лаз. Они обнаружили бы самый обыкновенный погреб с картошкой. Но стоило выбрать картошку. Как с одной стороны поворачивалась стена. И открывался сводчатый подземный тоннель. С деревянным полом и светильниками на стенах. Тоннель заканчивался большим помещением. Подземным. И где можно было молиться. Тут режиссер Юрий Малашин был. А это приехали родители к детям. Все здесь. Вот это вот сидит здесь. Это Логинов Олег. Золотое перо. Такие статьи писал. Нигде не собрал про лагерь. Никогда. Вот интересно какие люди. Здесь ребятишки. Лагерь. Виктор Николаевич. Впереди ребятишек. Видно сколько тут. Скрывается. Говорится. За горизонтом. Идут подводы. Держатся за руки. Между каждым. Расстояние не меньше двух метров. Чтобы не пинались. И вот стоят. Ну теперь что тут. Уже все взрослые. Это все пишет Влад Галенко. Это мать с дочерью. Она встретилась в городе. И говорит, что дочка вышла замуж. Хороший муж. Вот. Это дети наши идут. Девочки могут без платков. Ну где без платков? Хоть одну покажите. Ну вранье такое есть. Ну это просто так. После моления стоят. И вот они девочки. Уже по другому одеты. Но платки обязательно одеты. Вот воду несут. Идут. А вот гимнастикой занимаются. Вот гимнастикой. Одеты уже пошли. Одеты для церкви. И все равно гимнастикой занимаемся. Вот на качелях. Вот смотри. Мальчики в фуражке. Девочки все в платочках. Вот все до одной. На ходулях ходят. Вот дежурный. С колпачком расставляет. Вот. Батюшка на коне уже. Воронок. Горбунок. Здесь мама. Иосиф был такой вот. Первый дом. Дым идет. А вот это. Храм. Там вот как было. Купола не было. Шифером покрыто. Сейчас по-другому уже. Вот идут в храм. Похоже так. Вот идут с ребенком. Вот тут. Идут разговаривать. Это все картинки я оттуда взял. Крестный ход. В храме молятся. Никого тут нету из этих людей. Там может быть один-два. Вот кто-то уехал. Вот Ирина тут осталась. Кто-то ушел. Вот идет крещение. Даже вот кто крестился-то, и то многих уже нету. Кто-то умер. Кто-то уехал. Фото автора деревни Потеряевка. Это я сегодня сразу хотел показать еще немножко. Кто такой Игнатий Лапкин? Что за секта такая? Вячеслав Ткачев. Игнатий Тихонович Лапкин является образователем и старейшиной православной в общей деревне Потеряевка. Община интересна и мемикальна тем, что ее члены строго следят за соблюдением канонов и правил. Посчитайте где-то. Я одного слова не соврал. Вот еще. Дополнительные материалы. Серегианский взрыв клеветы. Показывает какие ролики. Иван Шведов. Вопрос сформулирован провокационно. Сам Лапкин не считает общину в деревне Потеряевка сектой. Вообще он уже человек пожилой. Хорошо знает писание. Но нельзя сказать, что он оказывает на кого-то сильное влияние. Он заявляет. Не трогайте меня и не связывайтесь со мной. Пытаясь обречить. В общине много фиксируется на видео. Регулярно задержкой 2-3 дня выкладывается на ютубе. Делайте игла. Это литературно обстояние Лапкина. Сокращение от Игнатия Лапкина. Вот так. Ну а тут краткое изложение материала в дело. Суд был. Ну тут мелкое. Мелкое такое. Это я вчера тут выскревал. Ну что это? Про наш лагерь. Вот девочки не умеют ходить. Еще по буму. Бум 75 метров был. Длина его. На бревнах видите как. Все это сделать надо было. И башня стоит. Башня одна осталась. Сейчас ничего этого нет. Вот я помогаю им ходить. Приезжают представители власти. Вот я им показываю. Стою. Вот на пирсе. Пирс. Мои девочки. Смотри сюда. Плавают. Подходят. Видишь как все это надо было сделать. Тут работы сколько. Вот это уже была эта картинка. По полной программе. Видите? Справка. Вот сколько. Это еще вчера я посмотрел. Это в интернете. Но последний еще покажу. Зонок Skype. Вот я не знаю видно будет или не видно. Ну вот так. Ну на этом все. Показать наши ресурсы. Так. Подожди маленечко. Вот так. Вот это любимый мой ресурс. Мой мир. В моем мире. Вот ленточный. Сейчас посмотри. 1600 темп. Православный форум. Ну и вот. Это я сейчас покажу. Сегодня ночью я выставил 8 роликов. Беседы со мной пришедшими сектантами. 5 часов уже прошло. Как я в интернете. 482 человека. Ты слышала как девочка-то поет? Понравилось тебе? Вот. Как про лягушку она пела. И ты тоже учись петь. Это гликерия тут рядышком стоит. Гликерия. Ну вот такой. Ну и наш во свете Библии. Православный библейский сайт. Сейчас я все заканчиваю. И все на этом. Пока. Пока.